Обновилась тут на моем гандондроиде прошивочка. Кстати говоря, на китайском гандондроиде, и когда он у меня появился, умники в комментах утверждали, что прошивка, которая установлена в этот телефон малоизвестной марки, первая и последняя. Никаких апдейтов не будет. Ну так вот они приезжают с завидной регулярностью. Прошивочка! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну не суть. В этой обновленной прошивке производитель заменил приложение камеры. Медиатековскую поменял видимо на гугловскую, я так понимаю. Но на самом деле в прошивке остались оба приложения, и можно пользоваться тем, какое больше нравится. Разумеется, Whoogle Camera это наверное лучшее на текущий момент приложение камеры для гандондроида, и я разумеется начал использовать именно его. День был интересный, я наснимал достаточно большое количество фоток для будущих видосов, в том числе и такие, которые переснять будет не то что невозможно, но очень сложно. Ну например, там было достаточно большое количество фоток по ремонту и обслуживанию кое-каких девайсов, о которых я когда-нибудь сделаю видос. Но не суть. Гораздо позже, изучая отснятый материал, я с удивлением обнаружил, что на фотках появился ебучий вотермарк. Шот он, хуё моё, дуал камера. Хуё моё в данном случае у Медиджи, это тот самый китаец, о котором я делал обзор. Да, потому что когда ты снимаешь на телефон и используешь его экран в качестве видоискателя, то у тебя внизу не появляется этот ебучий вотермарк. Он сохраняется в уже отснятую фотографию, и для того, чтобы узнать, что на твоих фотографиях появились какие-то водяные знаки, тебе нужно перейти в галерею и открыть там фотку. И, может быть, тогда ты заметишь этот ебаный вотермарк. Я на телефоне фотки не смотрю. Во многом потому, что на маленьком экране просто невозможно разглядеть косяки, и даже не всегда видно, что фотка на самом деле не в фокусе. Поэтому я смотрю фотки только после того, как перепишу их на компьютатор, и вот там уже начинаю разбирать фотки, удалять неполучившиеся, переименовывать их, перемещать по папкам и так далее. В общем, может пройти достаточно большое количество времени, прежде чем я узнаю, что с фотками на телефоне что-то не так. Потому что я не смотрю фотки на телефоне. Вот этот вот водяной знак появился в гуглокамере относительно недавно, примерно в тот же момент, когда в моду вошли сначала смартфоны со сдвоенной камерой, а потом с тройной, четверной, пятерной, шестерной и хуй знает какой еще камерой. За каким хером нужен этот вотермарк, не знает никто. Пиздец в том, что по умолчанию он включен и разработчики даже не удосужились перевести вот эти вот слова с божественного английского языка на языки всяких отсталых дебилов типа русского там и прочего дадут хуйню. Возникает закономерный вопрос, если я русский язык считаю языком дегенератов, то че ж я на нем видео-то снимаю? А по той простой причине, что ты дегенерат, на другом языке не понимаешь. Несмотря на то, что видео на божественном английском у меня просто дохера. Иди и смотри. А тут мне даже телефон и некоторые программы, которые я позже буду показывать, пришлось переключить на отображение интерфейса на русском языке, чтобы ты, долбоеб, нашел нужные кнопки в своих программах на русском языке, блять. Соответственно, отключить этот ватермарк, чтобы он больше не появлялся на фотографиях, очень просто. Достаточно зайти в настройки камеры, например, нажав на шестеренку, и ты попадаешь в список настроек камеры, где есть слайдер, включающий и отключающий водяной знак логотипа, блять. Вот так вот. Три сука слова понадобилось на говноязыке, вместо лаконичного и простого словосочетания logo-ватермарк. Английские названия тех же самых функций занимают гораздо меньше места на экране, особенно на маленьком экране, чем вот эти вот русскоязычные длиннющие высеры. Ну не подходит русский язык для техники. Ну в общем, после отключения водяного знака, он перестанет появляться на всех последующих фотографиях, то есть тех снимках, которые ты сделаешь уже после того, как отключил настройку отображения водяного знака. Хотя некоторые тут утверждают, что гуглокамера работает только на божественном куалькоме, а здесь какое-то китайское говно, и никакая это не гуглокамера. Но мне честно говоря похеру. И вообще не нужно покупать гондондроиды, потому что владельцам истинно верных смартфонов, то есть владельцам гейфонов, даже в голову не приходит отключать какую-то функцию, которую непонятно зачем включили. Да, действительно, в штатной камере гейфона нет никаких ватермарков, и это очень большая проблема. Дело в том, что на гейоси не так много способов существует сделать так, чтобы все знали, каких усилий тебе стоило заработать твой гейфон. Это было настолько сложно в денежном плане, что не хватает даже на целые штаны, приходится носить всякую рванину, через которую просвечивают стертые в кровь коленки, которые пострадали во время того, как ты зарабатывала на айфон. Хотя почему зарабатывала? Вот, этот видимо зарабатывал. Фу, фу, фу блять! Ну не суть. В общем из-за того, что на гейфонах нет ватермарка на фотографиях, а похвастаться тем, что у тебя именно айфоун, а не какой-то там гондондроид, жизненно необходимо, поэтому пришлось в крупных городах ставить билборды с фотографиями и подписью, что это снято именно на айфоун, а не на какое-то там дешманское говно. Но, далеко не все живут в крупных городах, поэтому единственный способ для многих показать, что у тебя именно айфоун, это сфоткаться с ним в зеркале, так чтобы яблочко было видно. Но при этом придется светить ебалом, жопой и сиськами или другими частями тела, иначе никто смотреть не будет. То есть это не до конца решает проблему, поэтому из-за того, что на гейфонах нет функции отображения этого ватермарка снято на айфоун, интернеты просто завалены говноинструкциями, как этот самый ватермарк, на фотки, сделанные на айфоуне, добавить. То есть даже здесь гондондроид в очередной раз обошел гейфон, потому что на видроиде эта функция ватермарка есть, и ее можно отключать или включать. Но что же делать с той хуевой горой фотографий, которые ты уже успел наснимать, и на которых есть этот ябучий водяной знак? Тут нужно понимать, что практически все смартфоны, вне зависимости от операционной системы и производителя, сохраняют фотографии в формат JPEG. Внутри файла JPEG не может быть никаких слоев, оверлеев и каких-либо еще вариантов картинки в картинке. Внутри JPEG файла есть только одна картинка, и вот этот ватермарк является неотъемлемой ее частью, то есть он заслоняет собой часть информации кадра, которая потеряна безвозвратно. То есть в том месте, где нанесен ватермарк, от картинки не осталось ничего, потому что водяной знак заменил пикселей картинки на свои пиксели, и пиксели на оригинальной картинке потеряны безразвратно. Единственный способ восстановить такой кадр, это сфотографировать его заново с отключенным ватермарком. То есть переснять кадр, это лучший вариант избавиться от ватермарка. Но разумеется далеко не в каждом случае он возможен, потому что момент потерян, или нужно еще раз ехать в отпуск, или еще что-нибудь в этом духе, далеко не всегда есть возможность переснять кадры. Так как же избавиться от этого самого ватермарка на тех фотографиях, где он уже вставлен? Ну самый простой и очевидный способ это обрезать фотографию, то есть кропнуть ее таким образом, чтобы этот ватермарк в кадр больше не попадал. Разумеется в этом случае фотография станет меньше по размеру, особенно если ты будешь ее кадрировать, то есть сохранять пропорции кадра. Если же ты просто обрежешь нижнюю часть кадра, не сохраняя изначальные пропорции, то полезного изображения останется больше. Соответственно вот это самый простой и эффективный способ избавиться от ватермарка, в том случае если вот в этой боковой там нижней части кадра не снято ничего важного, и можно без проблем откусить эту часть фотографии. Функция кроп есть в любой более-менее приличной программе для просмотра картинок, не говоря уж о специализированных графических редакторах. Кроме того, обрезать фотографию можно прямо на самом смартфоне, там тоже как правило такая функция есть. Соответственно, обрезать фотографию так, чтобы эту я бу чую надпись не было видно, это в каком-то смысле способ от капитана очевидность, но по необъяснимой причине он почему-то очевиден далеко не для всех, ну просто мало кто в современном мире умеет пользоваться компутатором, смартфоном и всеми теми девайсами, в которые они целыми днями залипают. Ну некоторые сверхразумы вообще предлагают заменить этот ватермарк на свой ватермарк. Пиздец блять. Но что делать в том случае, когда обрезать фотографию не вариант, потому что этот самый ебучий сука ватермарк попал на какую-то важную часть кадра, которую нужно сохранить. Самый лучший по конечному результату способ хоть как-то исправить ситуацию, это воспользоваться графическим редактором, ну самый известный это конечно же фотошоп, но для твоих нужд вполне подойдет и его бесплатный аналог GIMP. Соответственно в графических редакторах есть инструмент который называется штамп, но обычно с его помощью на портретах замазывают всякие прыщи и прочие неровности кожи на роже. И с помощью этого самого инструмента штамп можно попробовать аккуратненько замазать вот этот вот ватермарк, таким образом что он как бы начнет сливаться с окружающим его изображением и будет практически незаметен. Если повозиться, то результат действительно будет достаточно хорошим, проблема в том, что этот способ достаточно трудоемок, потому что каждую фотографию тебе придется сидеть и вручную штамповать блять. Соответственно если речь идет об одном, двух, трех снимках которые действительно важны и нужны например для работы, то повозиться действительно можно, но когда речь идет о сотнях снимков которые ты привез из отпуска например, то наверное этот способ займет слишком много времени. Поэтому на помощь могут прийти специальные программы по удалению ватермарков. Они почему-то в основном заточены на удаление водяных знаков из видео, но в том числе могут работать и с фотографиями. Я попробовал использовать одну такую программу, открыв в ней фотографию и выделив место где нужно убрать ватермарк, результат был весьма плачевным. Складывалось такое ощущение, что фотографию в этом месте пытались долго и упорно затереть ластиком и чуть не протерли до дыр. Короче результат поганый. Да, не видно что было написано на этом самом ватермарке, но с эстетической точки зрения результат просто ужасный. Соответственно помимо этой программы, есть еще большое количество онлайн туузов, куда ты загружаешь свою фотографию и выделяешь место где тебе нужно удалить ватермарк. Если водяной знак оказался на сплошном однотонном фоне, то результат может быть очень ничего, то есть по сути это тот же самый штамп, только в автоматическом режиме. Но все равно видны какие-то косяки и артефакты, и очень может быть что эту фотографию все равно придется еще потом вручную допиливать. Основная проблема всех этих сайтов в том, что ты загружаешь личные фотографии хуй знает куда, и вторая проблема заключается в том, что очень часто заскачивание фотографии они требуют денег. Наверное просто можно снять скриншот с экрана, но все равно это какая-то залупа. Наверняка есть и бесплатные аналоги этих сайтов, я просто не заморачивался. Но тем не менее результат вот в этих онлайн туузах гораздо лучше, чем тот который получается вот в той программе, которую нужно устанавливать на компьютер. Ну и самый лучший способ по удалению водяных знаков с фотографией это нейросеть. Слово это звучит очень круто, но на самом деле нейросеть это по сути достаточно примитивная вещь. В общем смысле это алгоритм, который в огромном массиве данных находит некие закономерности. Для того чтобы нейросеть заработала, ее нужно обучить. То есть долго и упорно показывать нейросети, где она права, а где она не права. Называется обучение нейросети. Соответственно в интернете можно скачать нейросеть с открытым кодом, специальная как раз для удаления ватермарков, обучив которую ты сможешь удалять ватермарки с любых фотографий. Проблема в том, что на обучение этой нейросети скорее всего уйдут годы, если не десятилетия. В то же время, не так давно, Nvidia отчиталась, что использовала искусственный интеллект для удаления ватермарков, и Google похвастался тем, что научил свою нейросеть идеально удалять водяные знаки с любых фотографий. Эта новость навела шороху в сообществе фотографов, которые продают свои снимки через всякие фотобанки. Там как раз смысл в том, что ты можешь в фотобанке посмотреть фотографию, но она сука будет вся облеплена этими ебучими водяными знаками, и для того чтобы получить чистую фотографию без водяных знаков, тебе нужно заплатить. Соответственно механизм по удалению водяных знаков ставит под угрозу целый слой бизнеса, который позволяет говнофотографам кормиться на всякой херне. Соответственно сама Google посоветовала видоизменять ватермарки, чтобы они не были одинаковыми, якобы это помешает нейросети их удалить, но это такой себе способ, потому что на самом деле лучше защищать фотографии совершенно другим способом, когда внутри самой фотографии встроен какой-то вот идентификатор, но не суть. Самая большая проблема, что Google не дала открытый доступ к этой нейросети, то есть воспользоваться ей невозможно. Но если вдруг появится какая-то нейросеть по удалению ватермарков, это будет лучший способ удалить водяные знаки с тех фотографий, где они уже есть. Но поскольку уж мы заговорили о нейросетях, тут было много воплей в комментариях, а как же функция фотошопа? Ведь там тоже есть что-то вроде нейросети, ведь дизайнер в каком-то смысле это и есть нейросеть из мяса и плоти, хотя на самом деле из говна и блевоты, который долго-долго работает с картинками, повышая свой скилл. Соответственно, очень большой соблазн заменить этого капризного, ленивого, упрямого долбоеба на какой-то алгоритм, который будет работать вместо него. Соответственно, я не хотел делать видос про фотошоп, потому что это видос рекламный, как ты понимаешь, я рекламирую водяные знаки, да, топ за свои деньги. Так вот, а фирма Adobe, естественно, не занесла мне за то, что я буду показывать фотошоп, и я не хотел показывать функцию заливки, где есть пункт, который называется заполнение с учетом содержимого, потому что мне Adobe или Adobe, как их правильно называют, не занесли. Итак, действительно, в фотошопе есть функция заливки, которая пытается залить некую область с учетом того, что нарисовано на остальной картинке. Если вдруг при выборе этой функции заливки у тебя в списке вариант заливка с учетом содержимого засерен, то есть не активен, это говорит о том, что на картинке ничего не выделено. Эта функция работает только если на картинке выделена какая-то область. Соответственно, как же воспользоваться и как работает вот эта функция фотошопа заливки с учетом содержимого? Тебе нужно выделить ту область, которую нужно изменить. Это можно сделать любым способом выделения в фотошопе, то есть через лассо, либо через квадрат, любым способом. Соответственно, чем четче ты выделишь эту область, тем лучше. Затем заходишь в редактирование, выбираешь там заливку, можно еще на клавиатуре нажать Shift F5, и в открывшемся окошке, которое называется заполнение, нужно выбрать заполнение с учетом содержимого и нажать OK. Соответственно, после того, как фильтр отработает, картинка действительно станет получше, но она далеко не идеальна. И возможно, придется воспользоваться либо этой же тулзой, либо какими-то другими средствами фотошопа, чтобы довести изображение до приемлемого уровня. Соответственно, подобный же фильтр есть и в том самом бесплатном редакторе GIMP, он входит в пакет скриптов на питоне, которые подключаются к GIMP в качестве плагинов. Это древнее, давно не обновляемое говно под названием ресинтезайзер. Соответственно, у меня поначалу возникли некоторые проблемы с установкой ресинтезайзера этого самого сраного, потому что несмотря на то, что я переписывал скрипты в папку с плагинами, не создавая новой папки, как это вводится в GIMP, и этот скрипт даже появился в меню Enhance. В момент его запуска он выдавал ошибку. Соответственно, поначалу я решил, что проблема в том, что у меня портативная версия GIMP, скачал и установил устанавливаемую версию GIMP. Это, сука, еще в реестр прописалось в качестве доступной программы для просмотра картинок. И теперь при открытии картинок каждого формата мне нужно, сука, еще раз выбрать там XNV в качестве просмотрщика. Но ошибка повторилась. И как я понял, через некоторое время проблема была в том, что я вот эти две папки Windows 32 и Windows 64 из архива с ресинтезайзером запихивал прямо в папку плагинов. А нужно было не папки переписывать, а зайти в нужную папку в зависимости от того, какая у тебя версия винды, и переписать оттуда два файла. Соответственно, в моем случае винда 64-битная, я захожу в папку Windows 64 и рядом с этими питоновскими скриптами в папке плагинов в GIMP кладу эти два файла. Если бы GIMP был 32-битный, даже если он запускается в 64-битной винде, нужно было бы переписывать файлы из директории Windows 32. Плагин заработал, и пользоваться им примерно так же, как вот этой заливкой с учетом содержимого в Photoshop. Значит, тебе нужно выбрать область любым доступным способом выделения, затем зайти в меню Filter, выбрать там Enhance, и выбрать вот этот вот наш скрипт, который называется Hill Selection. Открывается его окно настроек, там можно просто нажать ОК, он отрабатывает, и на выходе мы имеем какое-то неразличимое говно. Это как раз тот случай, когда не очень хорошо работают эти скрипты. Да, в некоторых случаях они очень неплохо вырезают какие-то ненужные предметы, но все равно практически всегда нужно вручную что-то подрисовывать. Но тем не менее, если прокачать скилл фотошопа, то можно достаточно качественно вырезать вот этот watermark даже с цветастых фонов. Вот смотри, как здорово получилось. Для того, чтобы этого добиться, для начала нам понадобится маска этого watermark. Самый простой способ ее получить, это сделать на телефоне фотографию в темной комнате, ну либо просто прикрыв камеру, чтобы у тебя получился идеальный черный фон, только вот с этим вот watermark ебучим. Дальше, нам нужно выделить вот эту самую надпись. Самый простой способ это сделать, с помощью инструмента волшебная палка, задаешь ей такую солидную чувствительность, тыкаешь в любое место на фотке, только здесь важно тыкать именно в черное место. Так получится лучше и проще. Почему? Ну потому что черные работают лучше. Соответственно волшебная палочка выделила нам весь черный фон. А нам нужна надпись, поэтому через меню select'а инвертируешь выделение. Но поскольку у нас здесь jpeg, а при jpg сжатии у текста появляется такой ореол, нам нужно каким-то образом еще этот ореол выделить, потому что он будет заметен на ярком фоне. Для этого в свойствах выделения немножечко его растушевываем, затем задаем полный контраст и полное смещение. Так что буквы у нас теперь выделились, но вокруг них такой небольшой ореол. Не то что сосцы мамки твоей! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Соответственно теперь эту маску выделения нужно сохранить, как новое выделение, и назовем её маск, в честь Илона Маска. Так, маска сохранилась, теперь переходим на нашу проблемную картинку. Сначала я покажу вот эту фотографию, потому что она цветастая, и вроде для алгоритма должна быть более зубодробительной. Значит здесь через меню выделить. Загружаем вот ту самую маску, которую мы только что сохранили. И как только она загружается, выделение точно совпало с водяным знаком, потому что он всегда размещается в одном и том же месте. Значит единственное, что остается здесь сделать, это применить заливку. Который называется Content Aware, то есть с учетом содержимого. И немного пошурупив, Photoshop уберет вот этот вот Watermark. Соответственно результат, как ты видишь, неплохой. Но вот там где были кружки, естественно какая-то жопа получилась, которую можно легко в принципе исправить, найдя на другой части фотографии подходящий момент. И как-то вот так вот на скорую руку залепить, например. Ну понятное дело, что здесь есть еще над чем поработать. И в принципе вот там, где были буквы, ощущается некоторая такая размытость. Но тем не менее результат гораздо лучше, чем когда здесь был Watermark, или когда мы его штамповали штампом. Соответственно если вдруг твоя маска не совпадает по размеру с картинкой, ну например это фотография с другого телефона, или она была сделана в другом разрешении, или ты ее скачал с интернета и так далее. Соответственно в этом случае маску просто нужно добавить как новый слой, а затем уменьшить или увеличить ее размеры таким образом, чтобы она совпадала с картинкой. Сам этот слой в принципе не нужен, нам нужно только выделение. Теперь с зажатым контролом перетаскиваем слой с картинкой на слой маски, и водяной знак выделится по вот той маске, которую мы сделали. Ну а дальше делаем все то же самое. Выполняем заливку с учетом содержимого, и Watermark так более-менее пропадает. В этом случае результат получился хуже, потому что картинка почему-то оказалась сложнее, а самое главное у этой самой картинки меньше разрешения. А чем хуже по качеству картинка, тем хуже работает этот фильтр. И тут есть еще с чем поработать. Но тем не менее, наверное вот этот вот механизм заливки с учетом содержимого в отсутствии доступа к гугловским либо инвидиевским нейросетям и искусственным интеллектам, наверное лучшее, что ты сможешь сделать с Watermark'ом на какой-то одной или там паре картинок, где тебе действительно нужно его вырезать. Я бог ютуба! Лайк, подписка, сорванцы! Субтитры создавал DimaTorzok